Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! Сегодня мы с вами рассмотрим очень красивую партию выдающегося российского гроссмейстера Александра Морозевича, которую он сыграл в Вейконзее в январе 2000 года. В этой партии Морозевичу противостоял опытный боснийский гроссмейстер Предраг Николич. Е4 сыграл Морозевич, Е6, Д3. Белые избирают так называемое страндийское начало в ответ на французскую защиту со стороны черных. После Д5 Ферзь Е2. Этот дебют Морозевич дважды применил на финише турнира в Вейконзее. Размен на Е4. Чуть ранее в этом турнире армянский гроссмейстер Смбатл Путян, играя черными против Морозевича, пошел Б6 с идеей вывести слона на А6. На что россиянин ответил переводом коня на С4 через поле Д2. Ту партию Морозевичу удалось выиграть. Но в нашем поединке Предраг Николич принимает иное решение. Он ставит пешку на Е5. Конечно, появление королевской черной пешки на Е5 в два приема выглядит не очень впечатляюще. Но и расположение белого ферзя на Е2 не красит позицию Морозевича. Конь Ф3 играет россиянин, конь Д7, конь БД2, С6, Б3. Белые хотят развить слона на Б2. Ферзь С7, слон Б2, А5 и Ж3. Черные играют коня Ш6. Довольно интересное решение. Этим ходом Николич оставляет за собой возможность укрепления пешки Е5 ходом Ф6, который и вызывает Морозевич своими ответными действиями. Он играет слон Х3, создавая давление на коня Д7. Грозит потеря пешки, поэтому черные вынуждены сыграть Ф6, ослабляя белые поля. А4, слон Б4, два нуля, два нуля и конь становится на С4. Конь Ф7, конь Е1. Неплохой перевод коня на Д3. Ладья Е8, конь Д3, слон Ф8, слон С3. В этой позиции черным нужно было сыграть поактивнее, поставив коня на Ж5, но Николич играет подчеркнуто крепко и несколько пассивно, ставя пешку на Б6. Слон Д2. Белые теперь хотят на Е3 поставить слона. Конь Д6. Происходит размен. Слон Е3, конь Ф8. Размен на С8 и С3. Конь Е6. Играют черные. Ладья Д1, ладья Б8 и Б4. Этим ходом Александр Морозевич начинает конкретные действия на ферзевом фланге. Черные решают забрать пешку. И тут многие из нас просто автоматически побили БЦБ, не разрывая пешечную структуру. Но Морозевич, весьма оригинальный шахматист, забирает конем. Создавая угрозу коня 6, он освобождает при этом поле С4 для своего ферзя. Откуда сильнейшая фигура белых будет смотреть на черного короля, связывая коня Е6. Слон Б4, играет Николич, устраняя угрозу вилки СБ. Пешечная структура Морозевича выровнялась. Он может в дальнейшем сыграть А5, создавая отдаленную проходную пешку. Поэтому Николич ставит пешку на С5, борясь за поле Д4, куда хочет поставить коня. Ладья АС1, ферзь С6, нападая на А4, ферзь А2, защита пешки и связка коня. Если черные заберут на Е4, то последует ладья Д6, нападение на коня. Король Ф7, взяли, забрали, слон С5. У белых проходная пешка по вертикали А. Конь Е6 по-прежнему связан. Поэтому Николич решил сразу развязать коня отходом короля на А8. Ладья Д5, играет Морозевич, занимая центральный форпост и прикрывая пешку Е4. Ладья А8, нападение, А5. Конь С7. Очень интересный момент. В поисках лучшего продолжения Александр Морозевич сумел рассчитать длинный вариант, который казался для белых весьма перспективным. Но в конце концов тактический гений сумел обнаружить в нем этюдную защиту за соперника. Этот вариант не лишен поучительности, поэтому мы с вами сейчас его и рассмотрим. Морозевич рассчитывал ход БЦ. Жертва качества. Если забрать на Д5, ЕД, ферзь Б5. То белые играют ладья Б1. И после взятия забирают ферзя, С6. В этой позиции пара связанных проходных пешек, поддержанных слоном и ладьей, обеспечивают белым победу. Поэтому после БЦ черным лучше ответить контратакой ферзя. Но здесь ладья Д6. Взяли, забрали. Обычная ситуация. Ферзи стараются отдать свою жизнь подороже. Но все же остаются на доске. БЦ, слон С5, ферзь Д7 и ферзь А7. Ключевой тактический элемент этой позиции – связка коня С7. Как же черным развязаться? Если сделать естественный ход ладья А8 и после ферзь Б7 сыграть ладья Д8, защитив ферзя и имея возможность отойти конем, то белые играют слон Б4 с угрозой слона А5, заставляя коня стать на Е6. А после размена ладья Ц6 оказывается, что эта позиция все-таки для черных проиграна, благодаря слабости восьмой горизонтали. Если отойти конем на Д8, то ладья Ц8. И угроза слон А5 решает партию. Черные тут теряют фигуру. Если же отойти на С7, то слона А5, конь Е8, перекрывая восьмую линию, ладья Е6, конь Д6, единственный ход, но тут слон Б4. После чего следует мат по восьмой линии, либо выигрывают этого коня. Кажется, что белым нужно идти на этот вариант. Но все-таки Морозевич понимал, что если дело дойдет до этой позиции, то прижатый к канатам соперник найдет спасение, если оно тут есть. И действительно, если черные делают ход ферзь Д8, он кажется очень нелогичным, потому что черные идут под связку по диагонали А5, Д8, то они чудесным образом спасаются. Слон Б6, кажется, что белые уже вот-вот выиграют фигуру, но конь Б5, неожиданно развязывая легкую фигуру, черные в конце концов выходят сухими из воды. Ферзь А6, две фигуры под боем, ферзь Д2, контратака ладьи, слон Е3, еще один удар, ферзь Д7, ферзь А4 и ладья Б8. Черным удается защитить коня, находящегося на белом поле, поэтому белые, имеющие чернопольного слона, никак не могут здесь выиграть фигуру. Позиция равна. Продумав достаточно продолжительное время, российский гроссмейстер, учитывая рассмотренный ранее вариант, решил просто отойти ладьей на Д1 и не жертвовать качество. Ферзь Е4 играет Николич, ферзь Ф7, нападая на коня. И в этой позиции черные совершают серьезную ошибку. Здесь нужно было Николичу решиться на неочевидную позиционную жертву легкой фигуры, забрав на А5, а после взятия ЦБ. У черных две сильные проходные пешки, одна из которых в конце концов достигает второй горизонтали, сковывая фигуры белых. Ладья Ц5, Б3, ладья А5, ладья Б8, ладья А7, грозит мат, ладья Ж8 и белым приходится отходить назад. Блокировать пешку своей ладьей и в итоге получается вот такое положение. За легкую фигуру у черных всего две пешки, но одна из них очень сильна. Белые ладьи занимают пассивные позиции и не могут помочь своему ферзю. Победа белых в этой ситуации более чем проблематична. Но вместо того, чтобы пожертвовать коня, черные все-таки отошли этой фигурой на Е6. После взятия ферзь Б4, ладья Б1. У белых пешка меньше, но их фигуры расположены прекрасно. А пешка Б будет очень серьезной проблемой для черных. После ферзь А4, Б7, ладья АБ8, уже белая проходная пешка сковывает ладьи соперника. Что развязывает Морозевичу руки для атаки на королевском фланге. Ладья Д7, играют белые. Если тут пойти ферзь Ж4, прикрывая пункты Ж7 и Е6, то следует неожиданная жертва ферзя на Е8. И Б8 ферзь. Белые побеждают. Поэтому ферзь С6, играет Николич. Теперь жертва на Е8 уже не проходит, потому что черные успевают забрать на Д7, защищая свою ладью. И оставаясь с двумя лишними пешками. Соответственно, Морозевичу нужно искать нечто иное. И он находит. Ходом слона Х6, он трижды нападает на пешку Ж7. Конечно, слон неуязвим. Последует мат на Х7. Поэтому ответ черных, ладья Ж8, вынужден. Ладья БД1, играет Морозевич. Ладья БФ8. Черные хотят прогнать белого ферзя, но наталкиваются на прекрасный комбинационный удар. Слон бьет Ж7 шаг. Выбор у черных невелик. Слона можно забрать конем, либо ладьей. Но в обоих случаях у белых в конце концов будет лишнее качество. Если забрать ладьей, то бьем на Ф8 с шахом и ставим ферзя на Б8. Конечно, взятие коня с матом мешает черным забрать ладью ладьей. Поэтому нужно защищать коня. Но здесь просто размен на Ж7. И в этой позиции у белых технический выигрыш. Так как черный король открыт и подвержен атаке. А тяжелые фигуры белых очень сильны. Поэтому после слон бьет Ж7, Бредрек Николич решил забрать слона конем. Позволив Морозевичу продемонстрировать главную идею своей комбинации. Россиянин забрал ферзем на Ф8, пожертвовав сильнейшую фигуру. А после ладья Ф8, контрольным сороковым ходом, поставил ладью на Д8. И создал картинную позицию. Угроза мата ладья бьет Ф8, не дает черным забрать мощную пешку Б7. Взятие на Д8 тоже не спасает. Белые забирают с шахом, впоследствии ставя на Б8 ферзя. Поэтому конь Е6 сыграл Николич. И тут Морозевич разменялся на Ф8. И после Б8 ферзь, получилась примерно такая же позиция, которую мы с вами видели в одном из предыдущих вариантов. У белых лишнее качество и атака на черного короля. После король Ж7, ферзь А7 шах. Если отойти на Ж6, то ферзь Е7, нападая на коня и угрожая ходом ладья Д6. Поэтому король Х6 сыграл Николич, но после ферзь Ф7 остановил часы в знак сдачи партии. Положение черных абсолютно безнадежно. После отхода атакованного коня, белые могут зайти ладьей на Д7, создавая неотвратимые угрозы пешке Х7. Вот такая замечательная партия, блестящее творческое достижение Александра Морозевича. Его финальная комбинация с жертвой слона и ферзя с целью провести в ферзи свою проходную пешку, оставляет неизгладимое впечатление. Надеюсь, что это видео вам понравилось. В этом случае ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо вам за внимание. До свидания.